Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю уделить несколько минут и разобрать, что же интересного случилось у нас за прошедшие торговые сутки. И на фоне той, опять же, динамики, которую мы видели, есть, безусловно, о чем поговорить. Это хорошо, потому что фундаменталистам, конечно же, нужны интересные инфоповоды, новости, которые, собственно, и являются топливом для большинства наших идей, которые мы торгуем изо дня в день. Начнем давайте сегодня, как и всегда, с черного золота, Клосса, как вы могли заметить по бренду. Был зафиксирован на отметке 52,09, а сейчас актив торгуется чуть повыше, 52,37. Но все равно нисходящий микротренд пока что, это еще не полноценный разворот, но все-таки позитивная явно динамика, это уводящий инструмент, опять же, энергосырья, как бренд, так и WTI, к тем ценовым ориентирам, как проявляются наши с вами цели. По бренду нам нужен уровень поддержки 50 долларов за баррель. И, опять же, пока что срабатывает, собственно, такая тактика, не хочу каркать, но будем надеяться, что до конца этой недели мы сможем увидеть тестирование, собственно, этой сакральной поддержки. Теперь давайте поговорим про те, опять же, фундаментальные предпосылки, которые сейчас толкают инструмент все ниже и ниже. Новостная картина в целом ничуть не изменилась. Мы знаем то, что ключевым триггером сейчас на рынке являются опасения за рост нефтедобычи в Штатах. И важно отметить то, что теперь Соединенные Штаты Америки, они не просто выступают регионам, которые нейтрализуют действия энергетического пакта и всех усилий ОПЕК, которые направлены на достижение дефицитности предложений. Но в прямом смысле США сейчас подрывают моральный дух ближневосточного картеля, которые продолжают следить за и наблюдать, к сожалению, как сокращается их доля на финансовых рынках, на мировом рынке черного золота. И, собственно, сокращение этой доли является следствием, опять же, их же действий, которые направлены на возможность восстановления баланса через ограничение предложений. Вот, собственно, из этого ограничения предложения вытекает сейчас единственный, пожалуй, позитивный момент, который многие еще отыгрывают, пытаются поставить на него, считают то, что рынок развернется. Это возможность продления, собственно, сделки до конца 2017 года, сделки по ограничению предложения. Но хочу параллельно также отметить, что и скепсиса в отношении этой сделки сейчас тоже очень много. Опять же, почему? Потому что все прекрасно видят, как этой сделкой активно пользуются Соединенные Штаты Америки, но все, в основном, конечно же, представители ближневосточного картеля. Поэтому я считаю то, что мы неоднократно с вами, как я говорил, что сделка не совсем эффективна. Я надеюсь то, что сейчас эту позицию разделяет все большее количество трейдеров и надеюсь то, что мы в ближайшие дни сможем получить больше уверенности в том, что сейчас действуем правильно, продавая этот инструмент. Не забывайте также про прочие факторы поддержки для нашей короткой позиции. Это рост запасов топлива, который на прошлой неделе пересиливала статистику по снижению запасов нефти. Собственно, мы с вами сейчас на пороге. Буквально несколько часов нас отделяет от отчета Американского института нефти по запасам. После этого завтра нас ждет уже официальная статистика. Снова запасы нефти, запасы бензина и параллельно еще выйдет отчет по объемам производства нефти в США. Я считаю то, что если на прошлой неделе был зафиксирован факт все-таки недостаточного спроса, даже тогда, когда сезон все-таки располагает более высоким объемом потребления, это не просто так. А значит, у нас есть все основания полагать то, что ситуация может повториться и на этой неделе тоже. А если каким-то чудом такой период, как весенний, летний сезон, мы получим еще статистику по росту запасов нефти, тогда совершенно очевидно, быкам уже будет не на что оставить и точно мы подойдем к поддержке 50 долларов за баррель. Ну и еще из статистики стоит отметить последний отчет Baker Hughes. Как вы помните, количество универсальных терминалов продолжило увеличиваться. Сейчас их уже на 688 штук, что предполагает дальнейшее увеличение предложения и, соответственно, предложение, которое повысит избыток ресурсов на глобальном рынке энергии сырья, даже несмотря на те действия, которые сейчас предпринимаются многими регионами по ограничению производства. Поэтому вывод, друзья, который нужно делать сейчас, то, что позиции «Медведей» объективно гораздо крепче. БК все труднее, собственно, отстаивать свое лидерство. Нефть снижается, потери уже больше 5%. Столько же по процентам эквивалентам нас отделяет от поддержки 50 долларов за баррель. Но при развитии дальнейшего нисходящего ралли, я думаю, что мы сможем все-таки уйти в район этой заветной цели. Котировки нефти предпринимали попытку вырасти на фоне всеобщего позитива, связанного с тем, что победу в ходе первого тура президентской гонки во Франции одержал Эммануэль Макрон. Но к концу торгового дня все-таки отстоять высокие позиции БК не удалось. Это значит то, что аргументов фундаментального порядка против нефти больше гораздо. И в связи с этим давайте с вами и дальше продавать этот инструмент. Рубль 55,72. Завидная стойкость. За уши можно притянуть сейчас факт продолжающегося налогового периода. Собственно, пик протяжей вот-вот уже. Соответственно, традиционно, да, повышенный спрос на рублевую ликвидность в угоду, опять же, исполнения российского корпоративного сектора своих обязательств перед бюджетом обычно является причиной интереса к российскому валютному активу. Соответственно, рост его котировок. Но стоит справедливости ради отметить то, что и до налогового периода мы видели очевидную раскрывляцию динамикой нефти. Поэтому, на мой взгляд, этот повод нужно иметь в виду, но он, скорее всего, также не является определяющим. Напомню то, что совсем скоро состоится очередное заседание Центрального банка России, где с большой долей вероятности ставки могут основу оснизить. То есть подтверждение, повторение и сохранение жесткого настроя американского регулятора может стать предпосылкой уже меньшего интереса к рублевым активам. Я надеюсь, что это произойдет, потому что хочется получить еще больше сигналов негатива с российского рынка непосредственно с деятельности и действий Центрального банка, чтобы уже плюсовать их с той ситуацией, которая разворачивается на рынке углеводородов, и уже искать тот самый уровень, когда же пойдет разворот по паре доллар, соответственно, российская валюта. Если вы следите за тем новостным фоном, который присутствует вообще на глобальном рынке, если вы отслеживаете много разных полярных, опять же, мнений и взглядов на то, что будет с российской валютой, думаю, что сами могли лично убедиться в том, что сейчас мало кто верит и может адекватно объяснить то, что происходит с рублем. Это самый настоящий парадокс и нонсенс, который вряд ли будет иметь какой-то долгосрочный характер. Поэтому, друзья, готовимся к развороту. Если он произойдет, он будет довольно резким. И не сомневаюсь в том, что российская валюта буквально в считанные дни, когда это случится, потеряет несколько процентов уж точно и снова вернется в район 60 рублей против американцев. Доллар японская иена. Котировки сейчас 110.05 практически без изменений. Мы с вчерашней торговой сессии, во время вчерашнего брифинга я также отмечал котировки актуальные. Они были сопоставлены с тем, что мы видим сейчас. Про фундамент американского происхождения мы также с вами говорили очень много. Я хочу добавить вчерашний комментарий министра финансов США Млучина, к которому мы обращаемся в последнее время довольно-таки часто. Почему мы это делаем? Ну, потому что для Штатов его, конечно же, риторика для доллара имеет очень большое значение. И не только потому, что он возглавляет казначейство США, а потому что он уже по опыту доказал то, что реально может влиять на американскую валюту. Его комментарии были сведены к следующему. То, что стимулирующие реформы Трампа будут введены в действие и станут причиной роста экономики как минимум на 3%. И много было сказано про налоговую реформу, которую мы с вами ждем. По мнению Млучина, опять же, налоговая реформа сможет вернуть в американскую экономику сотни миллиардов долларов из офшоров. Ну, никто с этим не спорит. Надо только реализовать эту самую реформу. Надеемся то, что, опять же, твит Трампа, который он сделал в субботу, а потом еще и повторил в ходе интервью Associated Press о том, что уже на этой неделе он представит план налоговой реформы. Это, скорее всего, произойдет уже завтра. Были не пустыми, опять же, вербальными закидонами рынок. Мы с вами ждем это событие уже давно. Я хочу отметить то, что не мы одни, поскольку, к сожалению, в последнее время больше от Трампа мы слышали заявления протекционистского характера. И нужно, конечно же, уже стимулировать экономику через вот эти самые реформы. Из зачетов я напоминаю то, что в пятницу у нас данные по ОВП, но до этого еще выйдут заказаны товары длительного пользования. И то, что статистика в целом, если кто-то увидел в последних отсчетах негатив, который повлияет на решение ФРС, я хочу тут же предложить вам оценку фьючерсного контракта FedWatch, который оценит вероятность повышения процентной ставки. Так вот, и эта вероятность сейчас составляет 63,4%. То есть, как вы понимаете, гораздо выше 50%. Я думаю, то, что к июньскому заседанию вероятность только вырастет. ФРС сам следит за тем позиционированием, которое на рынке присутствует, потому что не хочет провоцировать ненужную волатильность. Уверен в том, что ставку повысят и уверен в том, что доллар при прочих равных, а также в условиях отсутствия негатива, сродни с тем, которые мы отыгрывали, точнее не отыгрывали, лучше сказать, наблюдали на прошлой неделе по факту эскалации геоприотической напряженности, у доллара будут шансы, чтобы вырасти. Я рекомендовал сейчас присмотреться к длинным позициям по паре доллар-японская иена за прошедшие сутки. Ничего не изменилось, поэтому, собственно, моя идея по-прежнему актуальна. Евро против доллара. Открытие с гэпом вчера, следствие, опять же, завершения первого тура президентской гонки во Франции. Победу одержал Мануэль Макрон, он набрал 23,7% голосов. Его ближайший конкурент это Мария Липе, которая возглавляет ультра-левую партию и отстает от Эммануэля Макрона всего лишь на 2%. 27, собственно, в нее поддерживает. На самом деле, отрыв мы такой уж и высокий, как я отметил вчера, ситуация может измениться. Имя президента еще, друзья, совершенно неизвестно. Нас ждет второй тур голосования, который состоится через воскресенье, 7 мая. И уже после того, как мы получим конкретные итоги, у нас появятся возможности более-менее четко, будем надеяться, с большей вероятностью, определить то, что может произойти с европейской валютой дальше, потому что, по сути, будут сняты с повестки и политические риски. Но на текущий момент неопределенность сохраняется. Параллельно с этим не забывайте про комментарии Драги, который отметил то, что ЕЦБ по-прежнему привержен политике, мягкоэкономической политике, то, что ставки будут оставаться низкими в течение более длительного периода времени, до тех пор, пока на рынке не будут сформированы устойчивые инфекционные ожидания. Пока этого нет. Поэтому по европейской валюте я считаю то, что мы, как и днем ранее, имеем больше шансов и потенциала, чтобы вернуться к тем уровням, которые были характерны для этого дуэта активов до подведения итогов первого тура выборов во Франции. Из-за счета вчерашнего дня статистика по ИФО, нинус делового оптимизма вырос до 112,9 и со 112,4. Чтобы вы понимали, это максимальное значение с 2011 года. Но лично мне остается только развести руками и риторические вопросы позначить, на основании чего же так активно растут эти бизнес-настроения. Особенно в свете в целом тех статистических, опять же, слабых данных, которые системно уже неоднократно были обозначены. Лично мной. Ожидается то, что экономика Германии, ведущий локомотив еврозоны, вырастет на 1,5%. В этом году я думаю, что это также слишком круто. И, опять же, задаваясь вопросом, почему сейчас статистика по Германии настолько, опять же, лучше, чем, в принципе, должна была быть, тут же вспоминается политическая тема подоплека выборов в Германии, которые состоятся в сентябре. И, разумеется, опять же, вот эти дифферамбы, которые статистики, не знаю, по приказу, по распоряжению, но снабжают рынок сильными данными, является, возможно, желанием той же самой партии консерваторов Ангела Меркель поднять свои репутационные очки перед выборами. Но это информация к размышлению. Конечно же, наша задача все-таки констатировать факты. Факты сейчас указывают на то, что экономика Германии невероятно серьезный, собственно, подъем испытывает, который, на мой взгляд, совершенно никак не связан с реальностью. Поэтому особого позитива я бы предлагал сейчас вам не искать. Давайте следить за политикой Европейского Центрального Банка, которая остается чрезмерно мягкой, и смотреть, чем же все-таки завершится второй тур выборов во Франции. Фунт против доллара. Результаты гораздо хуже, чем у кевра. Фунт провалился в рамках вчерашнего дня. Считается то, что британская валюта отреагировала на резкий рост доходности американских трежерис, вследствие реанимации вот идеи налоговой реформы, которая, как я уже отмечил, может быть предложена в эту среду. Соответственно, рост доходности американских трежерис подтянул вверх и индекс доллара, который удержался выше 99 и стал причиной слабости фунта. Новых каких-то сообщений, комментариев политического характера по передовольческому процессу Brexit у меня нету, поэтому давайте сейчас опустим эту тему, но не забываем то, что раньше мы в этом нашли больше негатива. Поэтому я, как и раньше, сейчас предлагаю вам все-таки держаться подальше от фунта, но если хочется поторговать, то, скорее всего, через снижение этого актива. Австралийцы против доллара. Ждем данных по индексу потребительских цен. На прошлой неделе мы помним комментарий Филиппа Лоу, который ослабляет Резервный банк Австралии, где были обозначены риски, которые присутствуют в тренде инфляции. Но стоит, опять же, сделать ремарку, то, что возможно, что инфляция в прошлые месяцы действительно могла вырасти из-за того ущерба, который был нанесен стихийным бедствием, ураганом Дебби, сельхозхозяйственным, собственно, угодим. Если мои предположения будут оправданы, то, возможно, инфляция в рамках этого месяца прибавит 0,1%. Но уже, собственно, со следующего мы снова вернемся, скорее всего, к тренду снижения, который будет вкупе с фразами о крайне высоком курсе австралийца, который затрудняет переходный процесс, собственно, церевых компонентов экономики, станет причиной дальнейшего давления на австралийца. Сейчас мы видим то, что австралийцы котируются точно на тех же самых уровнях, что и сутки ранее. В Новозеландии, кстати, исключение, потому что он потерял с прошлого брифинга больше 50 пунктов. Новозеландская валюта снижается тоже в соответствии с нашим с вами прогнозом. И еще я хотел обратить ваше внимание на канадца. Правда, по канадцу мы уже вышли по профиту. Восходящее движение пары продолжается. И важно, с чем это было связано? Не просто с снижением цен на нефть. Трамп в ходе вчерашней торговой сессии сообщил о росте, точнее, подъеме пошлин на пиломатериалы и молоко из Канады. Буквально больше месяца назад мы с вами говорили о том, что одним из основных рисков для Канады остается возможность пересмотра торговых условий соглашения нафта и рост потенциализма со стороны одного из ведущих партнеров Канады, Соединенных Штатов Америки. И эти опасения реализуются уже абсолютно очевидно, ясно и точно. Если, собственно, нисходящая динамика по нефти будет продолжена, то вкупе вот и с экономической уже, ну не то чтобы блокадой, но в каких-то предпосылках для этого будет причиной еще большей потери канадцев. Но по факту тестирования сопротивления 1.35 сейчас есть вероятность локального отката, поэтому я предлагаю этой валютной пары пока не торговать. Американский фондовый рынок 2372 пункта сейчас стремится снова к тому, чтобы переписать новый исторический максимум. И если в среду мы все-таки получим конкретику по налоговой реформе Трампа, то мы сможем оказаться на вот этой самой планке сверхвысоких значений, что также полностью совпадает с тем прогнозом, который мы с вами взяли на вооружение еще в конце 2016 года. Отметив то, что американский фондовый рынок крайне интересен для покупок и в этом году не раз перепишет исторический максимум. Из важных событий сегодняшнего дня ждем 17.00 уровень доверия потребителей в 23.30 статистику по запасу нефти АПИ. То есть по этому отчету мы уже с вами поговорили, следим за цифрами и уже завтра будем делать конкретные выводы. Но нефть в целом находится в нисходящем ключе и я надеюсь, что в рамках даже текущей такой сессии мы сможем оказаться ниже 50 долларов за баррель по бренду. Собственно, друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, форум о маркетинге и канал на ютюбе к вашим фондам на распоряжении. Если хотите, оставляйте и комментарии там, я с удовольствием с ними ознакомлюсь и попробую дать ответ. Нет. Соответственно, не забывайте о том, что помимо меня эти комментарии крайне интересны всем трейдерам нашего сообщества. То есть думаю, что многие тоже захотят высказаться, особенно если вас будет интересовать конкретика по какому-то валютному инструменту. То есть это еще одна возможность выйти на какое-то более-менее золотое сечение по идее и максимально эффективно сориентироваться по перспективам того или иного инструмента. Но еще хочу попросить вас не забывать про то, что у вас есть возможность ставить лайки, которые имеют очень большое значение для меня. Друзья, собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 через перископ в прямом эфире. До свидания.